Говорить о войне с младшими школьниками нужно обязательно, считает методист Татьяна Зырянова. В историко-культурном центре регулярно проходят уроки мужества, на которых ребятам в доступной форме рассказывают о страшных событиях тех лет. «Дорогами победы» – так называлось мероприятие, на которое пригласили детей из летнего лагеря «Ласточка». «Это тот возраст, который впитывает нас только как губка, и с ними работать очень-очень приятно. Они и слушатели хорошие, и вопросы задают, и могут рассказать о том, что рассказывали дома родители, о войне, о своих погибших, про бабушек, про дедушек». Во время беседы ребята узнали о первом дне войны и дальнейших страшных событиях. «Сегодня было очень интересно узнать, как началась война. В 4 утра началась война, и еще было очень страшно за мальчика, который висел на дереве, и в него могло попасть снарядом». «Я узнала о том, что многие на войне люди совершали подвиги в воздушных, на самолетах, еще закрывали себя от снарядов». 11-летний Матвей Морозов признается, что о Великой Отечественной войне ему много рассказывает его дедушка. «Мой дедушка, он хоть не воевал, он все это помнит, он устанавливал, у него медали есть». Также для юных гостей мероприятия сотрудники историко-культурного центра организовали небольшую выставку с экспонатами времен войны. Ребята с большим интересом рассматривали предметы быта, личные вещи и письма фронтовиков. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.